Открывай. Низкий уровень батареи, поэтому ты должна быстро открывать рот. Ну? Быстрее. Вообще ничего не чувствуешь? Как мрачное солнце. Есть, кстати, такие колоды ночного солнца, мрачное солнце, теневые такие колоды есть. Ну ладно. А еще? Что для тебя значит мрачное солнце? Ну, просто перед глазами что-то подобное. Мрачное солнце это затмение солнца или... Ну, солнце это свет? Ну, как солнце свет и одновременно как бы оно не светит, а просто сам по себе вот шарик яркий, но оно никуда не распространяется. Ну, вот я бы это мрачным вообще не назвала. Это не светящее солнце. Я думала, что он какой-то в тумане закрыт или еще что-то, или такое грозное там из-под туч. Оно не светит, оно просто солнце, но оно не греет и не... Светящийся шарик. Хорошо. Что это... Ну, как это можно применить? Что это может дать? И девушка в розовом. Девушка в розовом и светящееся солнце, которое не греет и не распространяет. Ну, короче, просто светящийся шарик. Что это дает? Девушка в розовом и светящийся шарик. А меч для тебя что? Отсекает? Что он проясняет? Отсекает. Ну, если второй, то мечи отсекает. Концентрирование устойчивое, но это то, как у нас исполнится. Отсекает, да? Сейчас я зарядку возьму и... Ну, будем следующее считывать. Ну, еще что-то есть или все? То, что я сама открыла при тебе и познакомилась... Можешь открывать глаза. Открыла и познакомилась. Помнишь, мы смотрели их? Познакомилась, спросила, как она меня видит. И ты сказала, мрачное солнце. Карли, та, которая освобождает. Освобождение, необузданность, свобода. Вот так она меня видит. Ну, я вот это вот листала, и ты сказала, мрачное солнце. Девушки в розовом тут наверняка есть. Устойчивость, ясно. Тут набор качеств, помнишь? Сейчас мы еще... Я заряжу, и мы узнаем, как она тебя видит. Сейчас посмотрим. Там, зарядка, там, уже нет. Да. Давай сейчас спросим, какая ты видит. С колодой всегда знакомится. Ну, как она отвечает? Так, как она тебе видит? Айлис, так, которая исполняет желание. Ну, ты сейчас исполняешь. Так, желание, стремление и надежда. Ну, ты же сейчас развиваешься. На дне у нас была Джена. Та, которая успокаивает. Терпение, чистота, неподвижность. Похоже. Сейчас еще ты достанешь. Спроси, настройся. Ну, первое, что ты взяла. Перл, жемчужинка. Эликсир. Которая восстает. Сейчас. Ну, и что? А ну, прочитай. Возможности подъема возвышения. Ну, ты восстаешь из пепла сейчас? Еще одну. Давай. Эликсир. Та, которая прощает. Раскаяние, вина и прощение. Ну, мы как раз сейчас об этом говорили. Подходит? Качество. Эликсир. Да и все. Это тебя видят. Ну, в принципе, энергии, да, похожи. И она, видишь, какая-то темная. Обычно так второй называется, не вы. Ну, много темных красок. А это что, достанно? Я не знаю. Перепитуя. Та, у которой болит. Печаль. Одиночество. Молчание. И что? Ужас. Да? Ужас. Уход. Ну, было, было. Ты все можешь остановить. Давай еще это. Примавера. Это весна. Та, которая начинает. Запуск. Актуализация. И потенциал. Ну, вот, видишь, из вот этого застоя и зимы в весну. Мне круто досталось. Да, сейчас. Ну, где-то. Так. Вот такая вот. Тут скорее не картинки, хотя можно, иногда она отвечает оракульно. Прям можно черты лица человека описать. Но смысл как раз в этих значениях, которые вложены. А иногда вот сама картинка дает подсказку. Так, следующее. Я закрываю, да? Ты неподслушивая. Закрывай ее уши заодно. Так, ладно, поехали. Первое, что приходит? Или первые образы, или что приходит в голову? Колокольчик. 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 Зеркальце портал. Угу. Еще. Море. Море? Еще. Морская девушка. Угу. Еще. Умиротворение. Умиротворение. Еще. Розовое с голубым. Розовое с голубым. Хорошо. Что этим, что это дает человеку? Как можно с этим работать? Угу. Устойчивость и... Громче. Спокойствие. Устойчивость и цветение как раз цветные. Ага, смотри. Морской прибой спокойствия – это инская энергия. А устойчивость – это янская энергия. Такой баланс иньян. То, что ты говорила, розовый и голубой. И спокойствие или что ты скажешь? Умиротворение? Угу. Вот этот фиолетовый, да? Открывай глаз. Вот это должно было быть бирюзовое. Просто бирюза окисляется. Это могло быть голубым. Ну, на картинке оно было изначально голубым. Это Ваджера и Дигук. Одновременно. Ну, с защитником. Они отсекают все привязанности. То есть должен появиться покой полный. Я думаю, что морское – это именно бирюзовое, считывая. Бирюза манаянская, походу. Как вон та карточка с Минтакой? А. Минтака – это первопричина. Причина первичного моря. Но Дигук, он выводит именно в океан первоначального бытия. А Ваджера дает во все направления устойчивость, спокойствие, свет. Но это отсечение и при этом спокойствие. Такое мастерство. Оно возьмем в руки какую-то. Меняются ощущения? Или такие же? Не в себя говорила. Наружу. Что в тебе меняется? Ну, как камень. Ты как камень или в руках камень? А? Да. Я. Только, ну, говори четче, потому что у меня как с этим слухом что-то. И я увидела, она в руке светится, вот как в тех спецэффектах. Идут лучи, и они по руке пошли. Ну, пошло наполняться тело. Ты же мысленно ничего не отсекала сейчас, а оно работает уже как инструмент. Все равно отсекает. Пошел просто свет идти. Оно отсекает вот эти все присоски, привязки, внутренние. А потому что они все цепляются на внутреннюю привязку. Ну, на какое-то эго твоё. И отсекается все, остаешься ты, чистый поток. Цельный, чистый, ценящий ресурсы. Можешь эту энергию в тело прям в это-то, всосать, впихнуть прозвучало. Установить. А вот за требу, где она установится, эта энергия? Она может остаться в руке, она может отойти в какие-то чакры, она может стать там выше крыши, я не знаю. Затылок? Это чакра вознесения. Ну, прикольно. Вот там и оставь пока, она может сдвигаться. Потом еще поработаешь. Так, выкрывай глаза. Я уже смотрю. Коши. Ясность еще. Просто ясность? Ты в каком-то своем измерении еще и говоришь внутрь себя. Еще что-то есть? Ясность и пустота. Ясность и пустота. Что можно с этой энергией сделать? Как бы ты использовала эту энергию? Вот тут есть поток ясности и пустоты. Если ты с ним сливаешься, что это тебе дает? Если ты мучаешься, давай не будем сейчас просматривать. Там такое ощущение, что я тебя пытаю. Это тебя окунает в какую-то пустоту. Это какая пустота? Она тебе нравится или это напряжная пустота? Хочется ее чем-то запомнить. Да. Говори громче, тебя не слышно. Нормальный. Нормальный. Нравится, да? А ясность, она о чем? Просто свет или тебе вдруг стало все ясно, что ты в пустоте? У тебя аутистка проснулась? Ну, просто уже я начинаю закипать. Я уставшая и молчание меня начинает раздражать. Ладно, давай, открывай глаза. Если не хочешь читать, то не надо. Должна была быть голова Хаегрива. Из-за этого все задумывалось. Так как она последняя. Оказал Хаегрива – это лошадь. Были бы Макара. Это вот тоже защитник сваджи. И Хаегрива – это с головой лошади тоже такой товарищ. И на картинке с Хаегривой был, оказался сваджи, видишь? Значит, Хаегрива меня ждет. Я именно его ждала. Значит, где-то впереди будет. Ну, ты Пурбу всегда считаешь, как ясность. Всегда одна и та же энергия. Ну, считываешь ее сразу клинком этим, потоком света, мечом. Пробуй. И где она устанавливается? Солнечное сплетение пошло? Угу. Я ее увидела у тебя в позвоночнике. Выстроилась в позвоночнике. Как она в солнечном сплетении? Насквозь протыкает? Просто открывает, что ли, его? Или стоит просто маленькое в солнечном сплетении, но вдоль позвоночника? Не просто ли. А, стоит, да, вдоль позвоночника. Еще какие еще? Никакие? Ну, вот эта штука наверху. А ваджа поднялась вверх, да? Я тебе покажу потом. Я с головой лошади хотела, потому что это своеобразная тоже энергия. Мне она очень нравится. Но ваджа, она всегда это в тему. Но, когда ваджа, тогда в тему. Значит, поднялся этот... Выстраивается ваджа, да? Выстраивается верхняя чакра. Отлично. А теперь увеличь ее на всю эту, на весь позвоночник. И можешь потом прям туда, весь этот гвоздь прям в ядро отправить тоже, поднять. Получается? Ощущения изменились, Елене? Что тебе дает эта энергия, вот если она сейчас внутри тебя установлена? Я пока уходила, тебя сварили, вероятно, да? Ладно, давай, ты перепела уже. Стрея, закрой глаза, последний. Если пустота или устала, то просто говоришь и все. Потому что я тоже должна бежать работать. Стрея, закрой глаза, последний. Какой-то шар вверху. Над головой только или от сердца и головы? Где он? От головы. А от головы шар появился? Какой? Наполняющий энергией или тяжелый набор? Что за шар? Светящийся, не светящийся? Что дает? Просто поспрашаю у него. Ну, такой зеленый-фиолетовый со змеей. Зеленый-фиолетовый это все равно пробуждение анахата и третьего глаз. Еще что? Все, просто этот шар выставился. Я так смотрю, ты подуставшая. Почему у меня тут заболела? Заболела где? Печь? Это правая подреберье. Правая, да? Это печень у нас. Это гнев. Помнишь, как выглядит дегук? Просто мысленно возьми и отсеки сейчас гнев. Можно прям представить, как ты пурбой, копьем, гвоздем, световым столбом раз. И весь излишний, допустим, это полость с гневом, ты ее пробила, и она вытекла, вытек этот гнев. Или превратился в свет. Ты светом проткнула, и все вышло или туманом, или сразу в свет превратилось. Получилось? Какие ощущения? Ну, что-то увидела. Клопнувший шарик и такой дымок. Золотой дымок? Вышло? Ощущения в теле сейчас? Тепло по позвоночнику. От правой подреберью. Пусто, ничего нету. Но тепло по позвоночнику, это точно вышла блокировочка. Еще где-то есть? Слушай, если в таком духе смотреть, то голова может быть просто блокировка, вся вместе голова. А ну-ка, давай пурбой или дегугом пройдись там, найди дырочку, тоже открой. Скрывается что-то? Или это какой-то светоносный конструктивный шарик? Нет, вот хороший. Хороший? Этот, ну, можешь тоже дегугом пройтись. Вот можешь прям запросить, чтобы проявились части тела, в которых надо сейчас вот посрезать, допустим. Первое что, в ощущениях или в голове, а мысль какая? Может быть, ничего. Может быть, вот основным была печень, а я тебе про печень говорила, потому что зрение и печень связаны, и гнев и печень, нежелание видеть. Ну, пару месяцев назад это была самая актуальная энергия. Сейчас, видишь, как легко вышло. Ну, пришло время. Самый пик, она и вышла. Все? Больше ничего не видно? Ну, что-то как тут. Затылок опять, да? И как поясок такой. На, это, на вокруг креста, да? Ну, отрезая одно и другое, прям вспомни этот топорик и отсекая. Можешь себе там, ты же рисовала себя многорукой, можешь взять несколько топориков, так, чух, поездить. А он всегда задает движение, ты его правильно показываешь, оно идет по кругу. Ну, как серб. Как болен, как серб. А мне так понравилось, что ты сегодня болен обработала, но травы собирала, мне вспомнила, как ты его, помнишь, дубом увидела, но друидским этим, ножом. Получается? Угу. И поясочек тоже отпускает. Там вторая сакральная чакра, она связана со всеми органами чувств и умением различать свои желания и чужие. Понимать, чего я хочу, сладкого сейчас, соленого, танцевать, петь. Ну, свои истинные желания не то, что тебя навяли, вот, Полиночка, ты там не хочешь вот этого или давай сделай то-то. А всегда слышать, чего ты на самом деле хочешь. Когда жизнь пресная, это значит, ты живешь, удовлетворяя чужие желания, навяленные, не твои собственные. И тогда вот там поясок, и тогда там перекрыта чакра. А если, ну, работает не на полную катушку. А если ты, если там все работает, то ты осознаешь, чего ты на самом деле хочешь, и поэтому тебе легче это получить. Ну, пойти попить чай, там, ну, то, что ты по-настоящему хочешь. И отсюда появляется счастье, ты рада каждому дню, потому что в каждом дне у тебя есть какие-то вкусняшки и радости. Ну, не только физические вкусняшки, ну, в общем, ты занимаешься тем, чем ты любишь заниматься, что по-настоящему хочешь. Отсекла там? Как теперь ощущения, когда пояска нету, и на затылке, там, у основания черепа тоже ничего нет? Никак? Ну, какой-то легкости. Не только в плечах тяжести. Вот теперь в плечах отсекаешь. Оно сейчас будет по сравнению с другим. Вначале было тело сковано, а сейчас ты будешь везде находить. Нашла и плавными движениями, несколькими руками можешь представить себе золотые руки богини, да, докини. Раз, 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 поработали. Свои воплощения докини, раз, 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 поработала. Свои золотые руки, свои многомерные команды, там, сотню рук, раз, раз, раз запустили. Как сегодня сюрюкены запускали или свастики эти кристаллические. Раз, раз, раз прокрутилась. Ты же там считала вихрь в воронку колючую и типа ножи. Раз, раз, раз прокрутила, отсекла. Есть? Оно, если ты это тренируешь, там, дней 40 примерно, то оно становится по умолчанию таким, как загруженная программа. Она сама потом работает. Мне надо о ней вспоминать. Все? Открывай глаза. Ну ты им и работал. Здесь получается 4 конца ваджра. И дегук отдельно. А здесь 3 ваджра. Ваджарный дегук и ваджр. Они разные по иналитике. Это сразу в работу идет. Для того, чтобы восстановить целостность вторую ваджру она идет там. Рубает. А это, видишь, она уже сама по себе. Она как защитная больше. Она сама по себе уже целостная. Поэтому ты видела просто баланс. И не я. А это пошла в работу сразу. Показала места, где надо поработать. Как ощущения в теле? Я, кстати, людей, когда просматриваю, тоже дегук с крестовидной ваджрой. Держу ваджра, держу в руках. Прикольно по-новому смотрится. То есть сразу вычищается. Человек говорит, ой, тут заколол, ой, тут осозналось. Что там в ощущениях? Он как колокольчик. У меня ультразвуком какой-то. Это бошку прочищает. Я дважды берусь за ваджру, и у тебя колокольчик звучит в голове. Вообще сегодня я берусь за инструмент, и у тебя колокольчик. Значит, чистится это. У меня, вот я занимаюсь этой тантрой света и звука. У меня, когда я начинаю работать с колоколом, у меня так звенит все в голове. Никогда так не звенела. Я и чашами же занималась, и всем чем хочешь. А это вот прямо звон идет. Там 108 дней надо, и у меня где-то на 10-й день, как пошел звон, постоянно. Вот то, что примерно, что у тебя. Перестройка идет вибрационная. Это вообще нехилые инструменты. К ним надо вообще дорастать, а ты ими уже все орудуешь. Все, можете отдыхать. Всем спасибо. Все с тобой. Будем теперь еще этим работать.